Владис Паре. Варбут. Быть может. Перевод Виолы Ругайс. Читает Евгений Бразуль-Брушковский. Он стоял всегда на одном и том же месте. Там, где узкая, извилистая улочка, стиснутая высокими домами, делала последний поворот и вливалась в широкий, невыразительно прямой проспект. Все эти годы он стоял, держа в руках крошечный пластмассовый домик-копилку, до того безобразную, что я, порой, торопливо пробегая мимо, успевал подумать, вот привалил талант человеку, это же уметь надо, слепить такую безвкусицу. В этом году он стал садиться прямо на бетонную приступку у парадного. И, может, эта перемена принудила меня задуматься о нем, а не просто отмечать про себя, а, старик на месте. С ума сойти! Я успел вырасти, жениться, даже дочкой обзавестись, а он все торчит здесь со своими избушками. Стеснялся, читая в лицах людей, что его поделка безобразна. Некоторые ведь показывали пальцами, останавливались, неприкрыто смеялись. Матери хватали детей за руку и волокли прочь, если тем вдруг приспичило купить игрушку. Да и я сам пока не привык, разве я не отворачивался всякий раз, когда проходил мимо. А он стоял себе, словно все так и должно быть, и, как видно, даже не собирался менять внешний вид копилки и ее невозможную раскраску. Скорее наоборот, с удивительным упорством он мастерил эти избушки одинаковыми, как куриные яйца, и, казалось, никогда ни одной из них не продал. Так и стоит, пятнадцать лет подряд, все с той же самой, никому не нужной копилкой. А может, он и не собирался продавать копилку? Может, он нашел ее, полную денег, и теперь ждет, когда за ней придет владелец? Или же ему просто нравилось стоять и разглядывать людей, а домик — это предлог, чтобы не торчать с пустыми руками? Странно бы выглядел такой старик с пустыми руками. Быть может, он, спасаясь от одиночества, уже пробовал стоять просто так, с пустыми руками. Но никто его не замечал, не обращал внимания, и тогда-то понадобилась эта кошмарная копилка. Иной раз я мысленно представлял себе, будто поначалу он делал красивые домики, такие, что всем нравились. Все смотрели на них с восторгом и раскупали, поспешно, на удачу, не отводя глаз от копилки, совали деньги в протянутую ладонь, хватали игрушку и ныряли в толпу, даже не удостоив взглядом старика, который ее смастерил. А может быть, он был злой дед и стоял на скрещении двух улиц только для того, чтобы подразнить людей, напомнить им что-либо неприятное, дескать, глядите, глядите, есть на свете и такие домишки. У каждого из вас есть такой домик-копилка, только вы боитесь показать его. И вот он опустился на приступку, такой же, как обычно, седоголовый, суровым, неподвижным лицом, бесконечно далекий отсюда, а я, проходя мимо, стал чаще задумываться о нем, ведь это так бросалось в глаза, что он сидит. Чудной старикан. Сдает понемногу. Как бежит время. Я тут сейчас забывал о нем. Я не заметил, когда именно он исчез. Долго еще ходил мимо и всякий раз уголком глаза, как будто видел его стоящим у парадного. Он просто не мог не быть там. Но вот в один дождливый день, открывая двери в квартиру, я вдруг отчетливо понял, что не мог видеть его. Тут что-то не так, подумал я. В последнее время он только сидел. Сбежал вниз. У парадного никого не было. Наверное, ушел, ведь льет, как из ведра, уговаривал я себя и не верил. Я сообразил вдруг, что его давно уже здесь нет. Я закурил. Подступила внезапная слабость и горечь обиды. Я растерянно огляделся вокруг и зачем-то вытащил из кармана деньги. Мне очень захотелось купить копилку, ну, хотя бы пощупать ее, посмотреть, как она устроена. Быть может, она с секретом и нарочно сделана так оляповата, чтобы не жалко было сломать, когда наполнится. Быть может, я сбежал вниз, хотя давно прекрасно знал, что он умер. Мне сказала эта маленькая девочка, которая обходила квартиры, собирая деньги на венок. «Умер тот дедушка», — сообщила она. «Какой дедушка», — спросил я. «Ну, тот», — она удивленно уставилась на меня, — «тот, что продавал красивые домики». «Они тебе нравились?» — я рылся в карманах в поисках рубля. «Да, очень. А если не было денег, он и так давал. Стасику тоже дал». «Ты хочешь сказать, что он не всегда брал деньги?» «Да», — протянула девочка, и я почувствовал, что она насторожилась. «А почему он так делал?» — не отступался я. «Он сказал, что у Стасика потому нет денег, что не в чем их копить. Ну, а копилка...» Я не сбежал вниз. Вошел в квартиру, снял кепку и сел к столику покурить. Правду сказать, для меня старик просто исчез. Я же ничего о нем не знаю. Возможно, он живет где-нибудь в другом районе города и теперь стоит со своими избушками на каком-то неведомом мне перекрестке. Не знаю. Ясно только одно. Но у нас он не показывается уже целый год. Я не сбежал вниз, и девочка не приходила ко мне. Ладно, признаюсь, я соврал. А все-таки, почему он больше не появляется? Быть может... Впервые опубликовано в заборнике рассказов Владиса Спаре «Мес от Радисим» мы найдем в 1987 году. В русском переводе опубликовано в книге «Голубь под дождем» сборник молодой латышской прозы в 1991 году. «Мосまでは»